Хотя отскок после вчерашнего роста европейских валют вроде как напрашивается сам собой, но пока ничего подобного не происходит, а фунт и вовсе продолжает расти. Правда, уже не такими темпами, как вчера. А вот вялые признаки начала снижения единой европейской валюты как раз намекают на то, как будет развиваться событие в дальнейшем. Не стоит забывать, что в основном рост европейских валют вчера происходил во время американской торговой сессии. Так что можно предположить, что и сегодня все будет происходить точно так же, с той лишь разницей, что на этот раз расти будет уже доллар. Тем более, что для этого будут все основания в виде американской макроэкономической статистики. И не стоит думать, что рост количества первичных обращений за пособием по безработице в США может помешать развитию данного сценария. Как ожидается, число первичных заявок на пособие должно возрасти всего лишь на 1 тысячу, т.е. остаться практически неизменным. Ведь число повторных обращений все же должно сократиться на 63 тысячи. Так что изменения гораздо более внушительные, нежели по первичным заявкам. Тем более, что повторные заявки имеют гораздо больше веса и значения. Не менее важным является еще и то, что объем заказов на товары длительного пользования должен увеличиться на 1,1%. Иными словами, макроэкономическая статистика должна показать как дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда, так и рост потребительской активности в США. И, по всей видимости, только чудо способно сегодня помешать доллару усилить свои позиции. Итак, давайте взглянем на положение котировок. Валютная пара EURUSD после непродолжительного застоя вновь проявила активность. Вследствие этого возник интенсивный восходящий ход, который вернул котировку в пределы верхней границы бокового канала между уровнями 1,1225 и 1,1355. Несмотря на ряд спекулятивных скачков, трейдеры по-прежнему склоняются к торговой тактике отскока относительно заданных границ флета. В случае совпадения ожиданий район верхней границы 1,1355 может усилить интерес к коротким позициям по направлению 1,1290. Альтернативный сценарий, он же и наиболее доходный, считается методом пробоя той или иной границы флета. В данном случае здесь необходимо терпение и время, так как боковой канал рано или поздно, но все же завершится. Британская валюта с начала торговой недели укрепилась по отношению к доллару США более чем на 190 пунктов, и это достаточно сильное ценовое изменение. Но оно все же еще укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В данной ситуации котировка уже преодолела локальный максимум от 16 декабря. Это привело к статусу перекупленности фунта стерлингов. В качестве сопротивления вполне может послужить уровень 1,3420, где возможно сокращение объема длинных позиций. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!